всем привет сегодня 9 мая цветочные магазины у нас вот работают на вынос или вот на улице выставили девушки орхидеи к сожалению пока нет орхидеи стояли в одном магазине но мне там не разрешили снимать мы не знаем в каком контексте вы это подадите в принципе у меня это впервые в одном только магазине краснодара мне делали замечание чтоб люди не попадали и голоса их не попадали то в принципе понятно что люди не хотят они там разговоры у них свои большие магазин не хотят что кто-то слышал их не разговоры но я убираю обычно голос из того магазина и никаких проблем а горякче включить маленьком городе малюсеньком магазинчик который стоят там три или четыре старых орхидей старых потому что завоза не так так и не было все время карантина обещают тринадцатого но похоже что опять продлили карантин поэтому не знаю ну хоть открыли может пускают можно захотеть снимать я созвонилась хотела уже ехать у меня предупредили что орхидеи все старые но несу ценка может быть я и поеду если не будет тринадцатого за годом поеду и посмотрю что там есть и по каким ценам я обычно покупаю маленький горшочек потом черенкую очень быстро у меня такая же корзинка разлетается тратисканция какая-то мимика симпатична это другой магазинчик три бардаши побольше немножко так вот 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 так вот вот Петуньи, пока хозяюшка ушла, я поснимаю, потом спрошу. Вот маленькие горшочки петуньи. Очень хорошо их черенковать, быстро разрастается. Так же все красные, розовые. Красиво еще. Амбельные петуньи, сейчас зайдем в магазин, посмотрим. Может там орхидея есть. Девочки, вот нашла орхидеи, очень красивые, очень большие. Стоят они вот в холодильнике. Вот единственные три штуки, которые я нашла на сегодняшний день. Девятая мая, колонна подъезжает к памятнике. Девятая мая, колонна подъезжает к памятнике. Ну и казаки там, и ветераны. Ладно, я тут и пошла, сейчас я приду, а кто-то не спрашивает. Я купила там, я не спросила, каскадные метки, красивые. Это третий магазинчик, тоже на улице все выставлено. Там петуни были по тридцать в предыдущем, здесь вот тут сорок каскадные, по тридцать простые. Ну вот цветочки я тоже засняла, но вот тут как раз напротив собирается митинг. Ну да, огорчает то, что без масок и без перчаток. Я даже не знаю, можно ли это будет выкладывать, чтобы не подвести людей, которые собираются почтить. в этом магазине тоже есть орхидейки. вот такие крупненькие, хорошенькие. Ой, красивый какой. Он высокий, стоит высоко. претто, очень крупный, корешки все есть, такой розовый. Ой, после месячного карантина уже эти цветочки прям рада-рада и вот претто интересный, вот кудрявый даже немножко, очень крупный, где-то сантиметров 8-10 цветочек. Он далеко, далеко. Ну, митинг продолжается. Вот так вышла поснимать цветочки, попала на митинг. Ура! 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 Ура!... Центр зданицы, парк, моряный, погибший сад. Приехал домой, поснимаю немножко свои, хотя, честно скажу, все заросло, ну вот такая герань у меня, замечательный кустик, да, митинг не идет у меня с головы, как-то это, ну не то, что смело, да, жаль, что люди не соблюдали масочный режим, поскольку объявили прямо на законодательном уровне и дистанцию. Приятно, что почтили память героев, поздравили всех с праздником Победы. Такой получился мне праздничный репортаж, приехала домой, митинг закончился, покажу свой водосбор, расцвел. Пока я работала, все заросло опять, были дожди, сегодня был дождь, и трава не теряется. Ну вот ирисы у меня еще не расцветают, хотя на улице уже много цветущих ирисов, но у меня пока с забором не цветут. Или они перезимовали у меня плохо. Вот такой махровый, он уже отцветает, я его смотрела раньше, нежно-розовый. Вот выжил вот здесь, я его сажала, когда вот эта юка была еще совсем малышкой. Теперь юка выросла, он совсем, в прошлом году он не цвел, я думала он пропал, нужно будет его пересадить. Вот такой еще розовый у меня водосбор. Их мало в этом году. Точно так же, как и ирисы, почему-то мало бутонов. Плохо перезимовали, хотя зима была не просто теплая, она была сверхтеплая. Вот только розовый и темный водосборчик. Ну и под кустом пережил зиму белый водосборчик. Свои цветочки потихоньку переселяю на улицу. Ну вот они перебаливают, конечно, после комнатных условий. Вот листики гибнут, но это каждый раз так происходит. Вот тут даже как бы, ну подмерзшие не должны быть, ну вот, поврежденные. Это бугенвилия сиреневая, это красная. Белая совсем потеряла листочки, вот заново начинают отрастать. Ну, это каждый весну так, когда в комнату выносишь. Вид у них не очень, но вот котлейка дала на улице два росточка. Вот это тоже у нее новое, это в комнате она. Начали еще зимой после цветения расти, так что на следующий год будет у нас цветение котлейки пошикарней. Ну тут да, вот у моей белой листья тоже повредились. Ну ничего, им нравится. Вот цимбидиум растит новые побеги, очень активно. Старый засыпает, сначала расстроилась. Ну, видимо, он отдает силы новым. И вот, замерзший был цветоносик, снова начал расти. Это второй мой цимбидиум, который не цвел. Ну, я надеюсь, что он будет оливкового цвета. Я уже сомневаюсь. У меня всего их два, белый и оливковый. Значит, тот был белый, но он не совсем был белый, с розовым язычком один цветочек был. И такой чуть-чуть салатового цвета. Ну вот цикас поспешил выпустить новые побеги. И они пострадали, к сожалению. Ну ничего, на улице он любит расти. Поэтому все будет хорошо. Каждую весну я огорчаюсь на пропавшие листики комнатные. Ну, потом все налаживается. Еще раз всех поздравляю с праздником Победы, 9 мая. Всем здоровья. Берегите себя, не болейте. Всем добра и позитива. С вами была Ирина, канал Цветики. Очень соскучилась, но надеемся, скоро откроют нас. И мы сможем продолжать обзоры орхидей. Ну, пока вот то, что есть. Всем пока, до свидания.